Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала. Всем бонжур. Обещала этот расклад. Делаю. Как приворожить, зачеркнуто, дать партнеру мотивацию общаться с вами, развивать с вами отношения. Понятно, что приворот это грех. За приворот можно и по карме схлопотать, я извиняюсь. Потому что насилие, обратки и все бумеранги, в общем-то, сейчас возвращаются очень быстро. Не надо ждать следующей жизни. Возвратится все буквально в считанные дни, ну недели может быть, да, максимум недели, месяц. Тем не менее, мотивировать партнера нам никто не запрещает, потому что мотивация это предоставление возможностей. Давайте посмотрим, как вам мотивировать вашего партнера, как его раскачать на общение, на развитие отношений. Короче говоря, 4 варианта перед вами. Давайте сделаем такой красивый расклад, красивую форму расклада, как приворожить, чем его приворожить, привлечь к себе. 4 варианта перед вами. Загадывайте партнера или партнеров, для кого актуально, выбирайте свой вариант, да, ну и давайте приступим к трактовкам. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, как партнера приворожить, то бишь дать ему мотивацию на общение, на развитие с вами. Так, правосудие, старший аркан выпадает сразу первый, пятерка жезлов выпадает у нас и король мечей со сломанным мечом. Первое, что нужно делать, чтобы человека заинтересовать, привлечь к себе, да, как-то привязать, может быть, мотивировать, да, говоря корректно и культурно. А здесь нужно очень четко, да, до миллиметра, до миллиграмма буквально выверять, взвешивать слова, взвешивать поступки, взвешивать все транзакции, которые вы с этим человеком совершаете, всю коммуникацию с ним, с одной стороны. А с другой стороны, очень четко, вот, дозированно давать ему свое внимание, то есть, вот, дозировать время человека в вашей жизни, да, то есть, отвести ему, вот, да, как говорится, психологи дают совет, если ты, там, страдаешь, переживаешь, отведи, вот, страданию, переживанию какое-то время, да, допустим, там, 15 минут в день я страдаю, переживаю, плачу, да, поплачьте в это время. А потом снимите это все с себя и пойдите жить дальше, пойдите жить радостной какой-то жизнью, да, и обычной своей повседневной жизнью. Вот так же и с этим человеком. Отведите ему какое-то такое строго ограниченное время в своей жизни, особенно общению, ну, может быть, не только общению, но и мыслям о нем тоже, потому что, ну, в принципе, чувствуется, когда думаешь о человеке на расстоянии. В некоторых случаях это, ну, буквально, вот, считывается. Я, например, чувствую, когда мне, я уже говорила, что когда у меня там дуал работает, не работает, как у него дела, это я все чувствую, да, за много, много сотен километров. А еще я могу чувствовать, когда мне в почту приходит сообщение какое-то, да, то есть я вижу на счетчике, что новые сообщения пришли, я вот понимаю, что от некого человека, скажем так, пришло сообщение. То есть еще не глядя в почту, я понимаю, что оно пришло. Иногда я чувствую, когда в почтовый ящик приходит, приходит письмо, приходит какое-то послание, да, то есть вот заходишь в подъезд и сразу, не подходя к ящику, чувствуешь, вот там что-то лежит, надо забрать. То есть, возможно, у вас такое же вот какое-то чувствование или у человека такое же чувствование, когда вы о нем думаете, гадания на него смотрите, когда вы его фотографии смотрите, когда вы его заходите к нему в соцсети. Вот человек чувствует, что вы там были, ну, может быть, статистику проверяет, но в любом случае чувствует, понимает, да, знает, что он вам не безразличен, что вы как-то в нем заинтересованы. Так вот, пожалуй, интереса, то есть совсем интереса отсекать не нужно своего, да, ну и сердцу не прикажешь, что называется, но четко ограничить время, когда вы о нем думаете, когда вы там ходите подглядывать, что у него там делается в соцсети, четко ограничить время, когда вы с ним общаетесь, тем более, да, тем более время общения. Вот здесь вот это показано, да, чтобы человек, может быть, почувствовал некую такую дефицитарность вашу, с одной стороны, да, дефицит ваш в своей жизни, а с другой стороны, чтобы, ну, как бы не расслаблялся, да. Вот здесь вот женщина эта, да, с завязанными глазами на одной чаше весов цилиндр, да, котелок, не котелок, цилиндр, да, за шляпу, можно сказать, на другой чаше весов букет некий, да, то есть голова, да, голова или букет, что для вас важнее. Я бы сказала, я бы интерпретировала это как вот некий баланс между своей личной жизнью, между своими интересами и этим человеком, да, и погружением в него, вниманием к нему. Если есть какие-то другие люди, да, другие дополнительные лица, если вообще у вас есть широкий круг общения, там, друзья, знакомые, подружки, да, женский круг общения какой-то, уделяйте внимание тоже вот этим людям, которые в вашей жизни есть, то есть разделяйте свое внимание на вот тех людей, которые рядом с вами и этим человеком, да, причем разделяйте четко, разделяйте взвешенно, разделяйте вот очень дозированно, да, и поровну, можно сказать, да, то есть поровну. Его не выделяйте, этого загаданного человека, ему давайте столько же внимания, сколько и другим. Вот в исламе, в мусульманстве я так, да, вот вспоминала недавно такое правило, что если муж покупает одной из жен какое-то украшение, либо какой-то подарок, он должен тот же самый подарок, да, такое же украшение в такую же цену купить всем остальным женам. Вот, да, считайте, что этот ваш загаданный товарищ это один из ваших, да, жен, один из ваших мужей и, ну, в кавычках, да, естественно, может быть, вот. И давайте ему столько же внимания, столько же подарков, столько же тепла, сколько вы даете другим людям в вашей жизни, да, ну, близким, значимым я имею в виду, да, настолько же значимым, насколько и он для вас значим. Вот такая вот здесь позиция. Давайте, может быть, что-нибудь уточним по правосудию. Может быть, что-то я еще упустила немножко. Так, баланс. Человек эгоистичный, беден и обделен любовью. Напротив, тот, кто щедр, богат и удостаивается любви. Закономерность, да, вот некая закономерность в отношениях у вас должна быть с этим человеком. То есть, во-первых, четкость, точность, да, чтобы он точно знал, что вы тратите на него час в неделю, там, и не более, да, причем точно знал, что какой именно час, да, что в субботу с 7.15 до 20.15 вы думаете о нем, звоните ему, вот, но не более того, допустим, да, или встречаетесь с ним вот как-то так, да. То есть, четкая, ограниченная закономерность. С другой стороны, человек эгоистичный, беден, обделен любой, вот пусть он почувствует себя обделенным вашей любовью. Почувствует, что он эгоистичный, беден при этом, простите, ну и пусть бегает за вами. Так, ну, наверное, все, да, наверное, все по правосудию. Если вы замужем, да, если вы в отношениях, да, замужем, женаты, соответственно, если вы в отношениях, то вот четко определите этому человеку, что вот, знаешь, у меня есть семья, у меня есть обязанности, вот это для меня будет, ну, там, на первом, не на первом, да, ну, на каком месте для вас это есть, вот четко человеку это скажите, что вот это для меня главное, а уже потом только ты. Да-да, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Вот такой вот здесь вариант. По пятерке жезлов я сказала, когда говорила только что про правосудие, сказала, что разделяйте свое внимание четко, дозированно между другими людьми в вашей жизни и между этим человеком. Вот здесь вот буквально так и идет. Не обязательно создавать видимость какого-то соперничества, не обязательно выдумывать соперников этому человеку, но просто покажите, что он не один в вашей жизни, в принципе, что у вас есть и другие интересы, что у вас есть своя жизнь, что у вас есть свои близкие люди, с которыми вы также можете получить и тепло какое-то душевное, и общение, и удовольствие. То есть не циклитесь на этом человеке, не говорите, что он там ваш свет, смысл всей вашей жизни. Вот такого здесь не надо. То есть человек должен понимать, что он за вас должен с кем-то бороться, с кем-то конкурировать за ваше внимание. Так, давайте еще вам прочту эту самую пятерку. Кстати говоря, да, это же ведь карта борьбы у нас. Вот некую борьбу. То есть когда отношения – это борьба, но сделайте так, чтобы эта борьба была за вас, да, чтобы этот человек боролся за вас, боролся за ваши отношения, за ваше внимание, прежде всего, и за свою значимость для вас, за свое место под солнцем в вашей жизни, за свою ведущую там какую-то главную роль, во всяком случае, в вашей жизни. Канкан называется эта карта пятерка жезлов. Любовь – сражение. Не выйти на поле боя, проиграть заранее. Вступите в бой, и любовь увенчает победителя. Праздник. Вот радуйтесь жизни, пусть ваша жизнь станет для вас праздником, независимо от этого человека. Ставьте человеку, да, не бойтесь ставить ему трудные задачи, да, не бойтесь его мотивировать именно вот какими-то вызовами, да, пусть он за вас борется, пусть он еще заслужит, извините, ваше внимание. А еще по правосудию хотела сказать, что вот здесь вот это, вот это вот, да, фемида типа с завязанными глазами. Вот будьте как фемида, будьте суровы, строги, но справедливы к нему, да, и не надо проявлять вот, да, не надо, чтобы человека мотивировать. Можете, конечно, если хотите, да, но чтобы его завести, чтобы его интерес к вам подогреть, не надо здесь, наоборот, проявлять чувства к нему. Надо вот завязать глаза себе типа, да, и сказать, что а я со всеми одинаково, одинаково отношусь ко всем, я со всеми одинаков, да, то есть я разделяю всем свое внимание, я вот никого не выделяю, я даю тебе столько, сколько ты того заслуживаешь, да, сколько я тебе могу дать, сколько я тебе могу уделить внимание, столько я тебе уделяю, на большее не рассчитывай, извини, дорогой. Вот такую сентенцию можете человеку здесь выдать. И по королю мечей, во-первых, это может быть действительно король мечей, если это король мечей, то он, в общем-то, любит такие вызовы, такие, скорее, вот интеллектуальные задачки, да, чтобы он голову тоже включал, да, то есть они любят включать мозги, ну, не только какие-то физические страсти чувствовать, но еще и чтобы с партнером, с партнершей было интересно, чтобы была какая-то вот такая загадка, чтобы были вызовы, чтобы были решения, чтобы были достижения, вот, но достижения, они не так сладки, если нет неудач. Вот здесь вот у нас король мечей с обломанным, мечом, простите, да, с самым наконечником обломанным, вот этого человека вполне себе можно где-то обламывать, если вы его лишний раз обломаете, лишним это не будет, да, человек все равно, ну, он довольно сильный, да, довольно вот такой вот у него там металлический стержень где-то, да, где-то глубоко внутри, поэтому обломать вы его все равно, в общем-то, не обломаете, а вот чуть-чуть, да, начепнуть, извините, да, вот, начепнуть, наверное, можно где-то, вот, чтобы человек почувствовал немножко себя уязвленным, почувствовал значимость вашу в своей жизни. «Человек чести, король мечей», такая здесь трактовка, «даже сломанным мечом можно сражаться, гордое сердце возрождается свободным и чистым и готова снова отдать себя другим доблесть». Вот пусть он свою доблесть, бляха-муха, уже проявит к вам, пусть он уже что-то делает, да, вот, пусть он почувствует себя немножко вот ущемленным, да, пусть поборется. Уязвить гордость здесь вполне человеку можно, да, какими-то даже немножко колкими, точечными словами, да, но самое главное – держать баланс все-таки, да, карта баланса прежде всего выпала. То есть держите здесь баланс, не перегните, конечно, но я думаю, что лишний раз человеку простроить границы, как-то даже уколоть, да, ограничить его присутствие в вашей жизни, не ограничить ваше внимание к нему, быть к нему строгой, но справедливой, быть к нему чуть-чуть холодной. Вот это такой вариант, да, такой вот здесь товарищ. Ничего не обломится, да, не обломится совсем. Ну что, в принципе, да, в принципе, уязвленная гордость – это способ почувствовать, что гордость у тебя все-таки есть, да, что то, что не может болеть, да, того и, в общем-то, нет. Как говорится, да, если сердце болит, значит, оно есть, да. Если у человека вот цепляет что-то, да, в общении с вами, может быть, он поймет наконец-то, что вы для него значимы, что вы в его сердце, да, то есть если вы его колете в сердце, значит, сердце есть и любовь к вам есть. Вот, может быть, кстати говоря, внутренне, подсознательно человеку не хватает вот этого ощущения, и ему хочется почувствовать, да, что у него сердце есть, любовь есть и вот, да, что какая-то, какую-то важность такую. Но иногда эту важность нужно почувствовать через какие-то маленькие уколы, да, маленькое, небольшое уязвленное самолюбие. Ну все, пожалуй, я надеюсь, вариант вы поняли. Сначала я немножко, ну как бы, не то, что испугалась этих карт, но немножко они меня озадачили, да. Вот так вот озадачили. Но ничего, ничего, все очень даже четко, очень даже понятно, и все карты вот легли в, ну, в связанную четкую структуру, да, структуру мотивации этого человека, да, что с ним делать, да, как его есть, да, как его готовить для общения с вами, для любви с вами, для развития отношений с вами. Счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас все получится с этим вашим товарищем или товаркой, если вы девушку здесь загадали, с девушкой такое же поведение может быть, да, вполне актуально. И, да, спасибо вам за просмотр, а я перехожу к второй позиции. А вы берегите себя, пожалуйста, пока я вот карты выравниваю, хочу вам пожелать, чтобы вы берегли себя в эти дни. Итак, для тех, кто выбрал вторую позицию, желтое сердечко, как человека приворожить, то бишь мотивировать на общение с вами. Королева мечей, король жезлов и пашкубков. Опять немного история повторяется, как и в предыдущем варианте. Здесь вообще нужно показывать свое какое-то недовольство, свою холодность, свою разочарованность по королеве мечей. Во-первых, может быть, здесь реально идет речь о королеве мечей и короле жезлов. Да, задумалась я. Ну, либо наоборот, извините, королева жезлов и король мечей. Такой вариант тоже возможен вполне даже. Да, то есть, ну, местами поменять эти две масти и, соответственно, пол, соответственно, гендер персонажей. Вот, по королеве мечей нужно проявлять вообще, я бы даже сказала, свою разочарованность. Нужно даже буквально человеку говорить, я тобой очень недовольна, вот мне не нравится то-то, то-то, то-то и то-то, да, вот. Вот просто не нравится, аж не знаю как, да. То есть четко высказывать напрямую свое мнение, свою точку зрения, свое недовольство этим человеком. Если вы будете максимально точны, максимально прямолинейны в своих высказываниях, в своем общении, если вы будете вот максимально вот четкая, прямая, как стрела, не бояться его обидеть, не бояться его уколоть, просто вот говорить правду матку в глаза этому человеку, вот здесь вот, возможно, он наконец-то и расшевелится, и наконец-то начнет что-то чувствовать к вам, начнет вообще что-то понимать, начнет как-то заинтересовываться в вас. По королю жезлов, да, вообще это карта актера, немножко приевшегося актера, да, заевшегося, зажравшегося, да. Вот такое впечатление, что человек сам уже много чего повидал, много где побывал, и у него уже такое вот присыщение идет, то есть вот все роли переиграл он, он уже много чего видел, много чего знает, бывалый такой товарищ, да, тертый калач, и ему уже скучно просто так, да, то есть если вы будете как-то его завлекать, как-то им пытаться манипулировать, там, сознательно или бессознательно, если вы будете пытаться произвести на него какое-то впечатление, даже как-то, извините, очаровать его, если будете пытаться, для него это все будет, ну, вот плавали знаем, это все скучно, опять все то же самое, да, 150 раз это все уже видел в отношениях женщин, в отношениях партнеров к нему, это неинтересно, это скучно. Может быть, у человека где-то корона на голове, может быть, человек, в принципе, или очень обаятельный, да, ну, там, актер не актер, но, может, актер по жизни, да, как это, профессия это или призвание, да, вот актер по призванию, не обязательно там по жизни, может, он слесарь по жизни, и актер при этом по призванию, да, сантехник по жизни, да, вот. Так вот здесь вот у этого, может быть, сантехника вашего, у него корона на голове, что он очень избалован вниманием партнеров потенциальных, женщин, его уже ничем не удивить в этом смысле. Так вот вы здесь его удивите, я бы даже сказала, добьете вот такой вот прямолинейностью, честностью, отсутствием сантиментов где-то лишний раз, да, то есть не надо ему ничего прощать, не надо ему ничего спускать с рук. Конечно, не нужно напрямую выходить на какие-то такие вот конфликты, да, не нужно обзывать, не нужно человека здесь унижать, да, вот это, наверное, будет излишним, но говорить прямо в глаза, что вам не нравится, чем вы недовольны, чего вы не хотите, вот это здесь, наверное, номер один. Потому что именно вот это, именно вот такая вот честность, прямолинейность, да, жесткость где-то в словах, когда вы не щадите его, не сдержаны где-то на язык, да, не подбираете слова, не ищите эвфемизмов, да, не ищите каких-то намеков, чтобы человека как-то, да, пощадить его гордость. А когда вы с ним на равных, когда вы не считаете, что он там какой-то маленький, да, что он от каких-то ваших слов обидится, да, бедняжечка, что вот не надо его бедняжечкой считать, то есть просто четко, прямо в глаза все, да, вот чего вы хотите, чего вы не хотите, да, пошли сегодня трахаться, нет, сегодня я не хочу, иди нафиг, да, вот, такой вот здесь, да, ну не грубость, да, не грубость, естественно, но такая вот где-то прямолинейность. Вполне можно проявлять свой ум, свой интеллект, свою, может быть, изощренность в отношениях и свои высокие запросы в отношениях тоже можно здесь проявлять, да, вот максимально, то есть в принципе раскрываться перед человеком можно, причем раскрываться даже в каком-то негативе, то есть чего вы не хотите, да, чем он вас раздражает, как вы хотите это все развивать, как... Короче, возьмите инициативу в свои руки и в этом плане вот даже где-то его можно строить, этого загаданного человека, чтобы немножко расшевелился, да, и развеселился, расшевелился, чтобы он наконец-то понял вашу значимость, и вот, извините, да, чтобы этого зажравшегося актера, у которого корона, да, и который сидит на троне, ленится и ничего не делает, чтобы его превратить в слугу любви. Именно так слуга любви называется Паш Кубков здесь, Паш Чаш. То есть пусть этот человек поднимет свою пятую точку с этого своего трона и, наконец-то, почувствует вашу значимость, наконец-то за вас поборется, наконец-то вам послужит, потому что вы здесь королева. Каким бы королем он там ни был, ну, в любом случае, да, если вы там женщину загадали, какая бы она там королева ни была, вы здесь все равно главную роль играете. И ваш этот загаданный партнер должен прислушиваться к вам, идти навстречу к вам, да, быть веселым с вами, поддерживать и ваше хорошее настроение, и ваше общение. Вот сделайте для него немножко прививку, да, прививку такую вот сделайте, пусть он вам послужит, пусть он покрутится вокруг вас, да, пусть он что-то делает ради вас. Может быть, здесь где-то нужно такую вот маску принцессы, да, царевны не смеяны на себя надеть. Вот я вспомнила это царевна не смеяна почему-то, да, вот чтобы он там вам не говорил, не проявляйте ему своих каких-то эмоций, да, не показывайте ему своих добрых чувств, не давайте ему вас расколоть как-то, возможно, да, пусть потрудится над тем, чтобы вам угодить. Вот такой вот здесь, пожалуй, вариант. Пусть водит вас на свидание, дарит вам подарки, вам прислуживает как-то пусть, ну, или хотя бы следит за собой, за тем, как он с вами себя ведет, пусть хотя бы радует вас своим общением, а не строит из себя такого вот обиженного, да, обиженного императора, который сидит на троне, и давай-давай, да, крутись вокруг него, прыгай вокруг него. В общем, вам нужно показать свою холодность, четкость, неприступность, показать свое недовольство где-то им, показать свою волю в отношениях, свою прямолинейность, не идти на компромиссы, не идти на уступки, да, никогда ни за что с этим человеком. Вот пусть тогда он попрыгает, пусть он тогда попляшет вокруг вас и поймет вашу значимость в своей жизни и, наконец-то, будет вести себя как нормальный галантный кавалер, да, как нормальный вот слуга любви вашей, буквально. Ну, все, пожалуй, я думаю, вариант вы поняли, да, можно, конечно, еще много-много синонимов сюда подключить, но я надеюсь, что вы эту стратегию, эту тактику на свою ситуацию примените, на ваше конкретное отношение вот как-то приложите, да, наложите. Вот, да, то есть будьте строги, будьте холодны, говорите человеку прямо все, что думаете, все, что чувствуете, причем в негативе больше, чем в позитиве, тут не надо ему перед ним никак стелиться, не надо ему никаких комплиментов говорить, не надо идти на уступки, да, пусть человек сам вот поймет вашу значимость и что-то делает, да, пусть почешется ради вас, извините. Вот, все, такой вот вариант. Счастье, любви, гармонии, пусть у вас все будет хорошо, прекрасно и замечательно, пусть этот человек вас только радует, веселит, да, и любит, и показывает свою любовь именно так, как вам это нужно, если он вам нужен, и его любовь вам нужна. А я перехожу к следующей, к третьей позиции, да, здесь вот такая дрессура даже, даже дрессура здесь может быть не лишней. Итак, для тех, кто выбрал розовое сердечко и третью позицию, как приворожить партнера, то бишь, что вам делать, чтобы он к вам проявлял интерес, проявлял какую-то инициативу. Ну вот, да, центральная карта этого расклада, это инициатива, восьмерка пентаклей, восьмерка кубков, восьмерка пентаклей, и суд, старший аркан, да, страшный суд, восьмерка кубков нам здесь говорит о том, что любовь боязлива, о том, что истинная любовь боязлива, о том, что истинная любовь, она вот всегда какую-то опаску, да, имеет, что боится отпугнуть, да, боится проявить инициативу, вот вам нужно, да, вот так себя вести. То есть, лишний раз, осторожно, аккуратно, очень, очень корректно, что вы боитесь делать лишний шаг, боитесь проявить инициативу, и вот, да, ты мужик, ты действуй, да, вот ты действуй, а я вот, да, моя, мое дело сторона, мое дело принимать от тебя вот эту твою инициативу. Так вот, осторожно, может быть, здесь даже показана какая-то маска невинности, наивности, восторженности какой-то, да, вот, что вы восторгаться им готовы, мечтать о нем готовы, к переменам готовы, но он ваш проводник, он должен вас куда-то вести, да, буквально проводника, мы здесь некого видим, он должен указывать дорогу, он должен брать на себя инициативу в ваших отношениях, да, что называется, вот, а ты мне скажи, что мы будем делать, ты мне скажи, как дальше развивать наши отношения, ты мне скажи, как вот любовь развивать нашу, как подогреть любовь, как подогреть чувства, да, вот, ты здесь ведущий, да, вот, дайте ему такую возможность, пусть ведет вас к удовольствию, к любви, к развитию отношений. Две восьмерки, но все-таки главная восьмерка, это, мне кажется, восьмерка Пентакли здесь, восьмерка Чаш, это какая-то такая вот небольшая завлекалочка, да, ожидания, ждите этого загаданного человека, да, если он с вами общается, там, не общается, терпеливо ждите, когда он появится в вашей жизни. Любовь рабка и пуглива, она боится холода и снега, вы должны понять это, пока не поздно, иначе потеряете ее, проба. Вот дайте человеку возможность, пусть пробует, пусть развивает отношения с вами, дайте вообще ему такое понимание, что он, если один раз попробует с вами что-то, да, вот, один раз попробовал, там, не очень получилось, да, пусть еще раз попробует, пусть еще раз попробует, да, то есть дайте ему безграничные возможности проявления к вам, да, проб каких-то, не то, что вот один раз он что-то накосячил, и вы его, до свидос, Петрович, вот, возможно, здесь человеку нужно именно найти подход, и покажите ему, что вы открыты для разных подходов, для разных отношений, для его разных проб, пусть он, извините, нащупает вот эту вот тоненькую-тоненькую ниточку, вот эту вот ниточку ваших чувств, да, ниточку того, что вам приятно, тех отношений, которые вы хотите от него, вот пусть он сам это нащупает, да, вот ты проводник, у тебя фонарь, давай щупай, ищи, ищи эту ниточку, вот, и дайте ему возможность пробовать, пробовать, да, шаг за шагом что-то искать в ваших отношениях, то есть искать именно вот ту, тот баланс, да, вот то, что вам приятно, вот ту форму любви, которая будет радостно, приятно, интересна вам обоим, и ту форму отношений, да, которая вам обоим нужна, да, к которой вам обоим нужно прийти, вот, пусть поищет, да, с фонарем с неким, будьте робкими и пугливыми, да, не проявляйте здесь особой такой вот инициативы, но показывайте свой интерес, да, что вы все-таки заинтересованы, что вы готовы человека ждать раз за разом, если один раз что-то не получилось, вы готовы еще ему давать шанс на новые, новые попытки, вот здесь такая, пожалуй, позиция по этой карте, и восьмерка Пентакли, и самый главный, ну, в принципе, да, в принципе, она-то, она главная, но она где-то дублирует эту восьмерку кубков, да, то есть дайте человеку еще возможность самому вас перенести на другой берег, самому перейти к более серьезным отношениям, самому к вам приблизиться, самому взвалить вас на свои плечи, то есть не взваливайте вашего этого загаданного товарища на себя, не тащите отношения на себе, пусть он тащит на себе все отношения, пусть он проявляет инициативу, заодно и мужиком себя почувствует, да, ну, или какую-то свою силу почувствует, галантность, здесь такое значение этой карты, сколько раз ты тщетно пыталась перейти на другой берег, вы будете пытаться снова и снова, если не позволите любви перенести вас, она знает, что делать, покорность, вот покоритесь судьбе, покажите ему, что вы покорны судьбе, что вы примете все его инициативы, все, что он к вам и чувствует, и показывает, да, и все, что он делает, ничего, пожалуй, да, не нужно здесь проявлять свою инициативу, ничего, пожалуй, здесь делать, не нужно, здесь нужно ждать, когда человек сам, да, сам почешется, сам проявит какое-то мужество и взвалит эти отношения на себя и потянет, понесет эти отношения, уверяю, может быть, ему не хватает именно вот этого, да, может быть, его очень много прессинговали, пытались из него сделать, извините, какого-то подкаблучника, и он сейчас ищет совершенно других отношений, ну вот покажите ему, что вы готовы на покорность, что вы готовы на лояльность к нему, что вы готовы отдать бразды правления ему в руки, да, инициативу ему в руки, что он свободен в ваших отношениях выбирать, именно вас, да, свободен выбирать именно вас, свободен выбирать именно вот тот способ взаимоотношений, ту тактику поведения, которая будет для вас приятной, пусть сам это ищет, и суд, старший аркан, суд, за порогом называется карта, пришло время решить, что побеждает, ум или сердце, если выбор уже сделан в прошлом, надо ему следовать, завершенность, пожалуй, да, вот покажите здесь человеку по этой карте, что, во-первых, вы уже выбрали его, что у вас уже вот эта внутренняя трансформация прошла, произошла, то есть вы уже готовы к отношениям, вы уже полностью открыты, да, может быть, так прямым текстом ему и сказать, что я готова, я открыта, все, что ты сделаешь, я от тебя приму, да, инициатива за тобой, вперед, если ты хочешь, подумай, хочешь ли ты этого, и если хочешь, давай вперед, да, все твои действия я, в общем-то, приму, поддержу, насколько я это могу, вот такое здесь нужно человеку, ну, или говорить в прямую, или транслировать своим поведением, что вы, в принципе, лояльны к нему, и что вы только ждете его инициативы, и все, что он для вас сделает, все вы примете благосклонно, и всему вы будете рады, но сами вы действовать не будете, не хотите, да, вот некую такую свою робкость, застенчивость, свою такую иньскую женскую позицию, здесь можете проявить, покажите ему, что вы готовы к преобразованиям, труба зовет уже буквально, что вы его выбрали, что выбор уже сделан, можно так и сказать, что я тебя выбрала уже 150 лет назад, 20 лет назад, я тебе уже давно сказала, что ты мой партнер, мой человек, почему я сейчас должна что-то менять в своей жизни, да, почему сейчас я тебе должна это повторять уже в сотый раз, да, вот такая какая-то позиция, что вы его выбрали, а там уже все зависит от него, ну, вот, да, такое поведение, такая мотивация человека, пожалуй, выведет из какой-то спячки, да, или, может быть, у вас наоборот такая ситуация, что человек сам боится, да, боится проявлять инициативу, вот так вот, в таком случае нужно показать, что и вы боитесь, да, причем боитесь больше его, но в принципе вы готовы принять все, что он, да, все, что он решит, любое его действие, любой, любой его способ общения, лишь бы только он как-то развивал эти отношения, потому что здесь вот явно уже назрели перемены, назрел какой-то выбор, если, что вы уже выбрали, скажите, ну, как бы, да, покажите ему, что вы уже его выбрали, а он уже пусть определяется, потому что время выбора пришло, пусть он наконец-то не боится, пусть он наконец-то вот свою инициативу проявляет, если он боится, да, то покажите ему, что вы так же боитесь, да, я не трус, но я боюсь, да, я так же знаю, как и ты, вот, покажите, что вы так же боитесь, и что в принципе вам, ему с вами бояться нечего, да, потому что вы вот такая же личность, в принципе, как и он, вы уже его выбрали, да, и далее по тексту, и все то же самое, вот, такой вот здесь вариант, да, то есть, ну, пусть он на вашем фоне почувствует себя мужиком, смелым, мужественным, сильным, во всяком случае, если это не мужчина, да, если это женщина, то человеком, способным решать, способным самому делать выбор, самому строить свою судьбу, потому что возможно, что, да, я держу кулак при этом, вот так вот, да, вот сильным, сильным, вот, такое здесь чувство, что человек сам не может никак выбрать, не может определиться, что у него, извините, вот, да, ушки прижимаются от страха, он не может, не может он перейти какую-то грань, вот, ну, позвольте, да, позвольте ему своей пассивностью перейти грань и сделать выбор, да, и своим ожиданием, своим терпением, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, берегите себя, перехожу к последней, к четвертой позиции, и так, для тех, кто выбрал четвертый вариант, четвертая позиция, зелененькое сердечко, да, как вам привражить человека, то бишь, дать ему мотивацию общаться с вами, девятка кубков, пятерка пентаклей, очень интересный, восьмерка жезл, ну, вот здесь вот самая активная позиция, по-моему, из всех, причем позиция активная в плане, такой вот, да, что-то у меня совсем съехала, эта самая телефонка, в плане открытости, в плане, да, вот эта вот пятерка пентаклей, это вообще женщина легкого поведения, которая залезла на ручки к мужчине, и радуется, и ржет сама, смеется, и всем хорошо, да, сама разрумянилась, сама на нем сидит, вот, да, и кайф получает, и он тоже кайфует, что ему такое счастье привалило, и он сидит под этой ношей, просто вот умиляется, да, растекся лужицей по полу, расплылся в улыбке до ушей, да, вот, прям вижу вот рожу вашего этого товарища загаданного, да, от радости, когда вы будете на него вешаться, то есть вот реально здесь нужно полную открытость человеку проявлять, полную, даже не то, что открытость, да, не обязательно вот носить на себе какую-то маску, там, девушки легкого поведения, да, или мужчины легкого поведения, а здесь нужно показывать, что вы готовы для отношений, что вы всегда открыты для отношений, всегда открыты для чувств, для любви, для эмоций каких-то, что вы не претендуете на какие-то серьезные отношения, что вам нужны отношения здесь и сейчас, что вы просто готовы радоваться, готовы с этим человеком красиво, хорошо проводить время, просто получать удовольствие, просто как-то веселиться, тусить вместе, общаться, да, заниматься любовью, проводить, да, просыпаться вместе, проводить с ним и какие-то романтические свидания, тайные, может быть, и вот такие вот веселые, дружеские посиделки, да, когда вы, как это, рубаха парень своя в доску, да, вот такая вот, когда вы спокойно человека, и человеку можете дать трогать себя, да, вот тактильный контакт, тактильные ощущения, когда вы сами его можете трогать, когда вы не стесняетесь, не боитесь, сами можете к нему и на ручки залезть, и как-то пошутить, и посмеяться с ним, да, при этом восьмерка жезлов, это карта страсти, карта быстроты, вы всегда готовы для отношений, вы всегда открыты отношениям, вы всегда, вот если он хочет встретиться, всегда готовы, а, ну, давай все, да, еду к тебе, вот, или там, а, приезжай, да, вот, то есть вы всегда готовы на развитие, всегда вот, как это же называется, а, легкое на подъем, вот, да, легкое на подъем, чтобы он мог вас, да, украсть, взвалить на плечо, и, да, поднять и потащить куда-то, да, уволочь в уголок, и там, что надо с вами сделать, да, что вам обоим интересно, чтобы он с вами сделал, вот такая вот здесь позиция, да, то есть открытость, готовность всегда идти на контакт, готовность общаться, готовность к отношениям, но это, да, во имя чего, во имя любви, во имя страсти, во имя, вот, близости, во имя, именно, хорошего, приятного общения, хорошего, приятного времяпрепровождения, да, в том числе, во всяких разных позициях, горизонтальный, вертикальный, чтобы человек понимал, что вы для него, ну, не то, что легкий вариант, но в принципе, что вы для него доступны, что ему нечего бояться, нечего стесняться перед вами, что вот он не найдет от вас какого-то отпора, может быть, что он может смело проявлять с вами инициативу, что его инициатива, в общем-то, всегда так или иначе будет поддержана, одобрена, что у вас нету вот никаких камней за пазухой, что где-то вы простой человек, доступный человек для него, да, ну, именно вот как личность, да, доступная, что, да, как это, заняться сексом, что выпить стакан воды, да, как в 20-е годы была такая вот идеология, да, после революции сразу, вот, да, как они, ревущие 20-е называются, вот, что вы такая вот немножко где-то, отрываться любите, да, не скажу оторва, но любите отрываться, вот, и что, в принципе, любой, да, что вы за любой кипиш, что вы вот за любое какое-то веселье, что вы просто легко относитесь к отношениям, отношения ради удовольствия, отношения ради момента здесь и сейчас, да, вот здесь вот такая позиция, я, ну, естественно, показывать ему свою страсть, свой интерес, свое желание встреч, если вы предложите ему что-то, а он там вдруг не соглашается, носом крутит, вы ему говорите так спокойно, ну, ладно, давай, ты тогда предлагай, что ты хочешь, да, как ты хочешь, вот, то есть такая вот полная открытость, да, открытость к предложениям, да, открытость к любой инициативе, в принципе, в общении, не только в какой-то страсти, но в принципе, в общении, девятка кубка, в птице любви, в дымке увлечения, легко потерять голову, но сила воли рассеет на вождение, неустойчивость, временное состояние, вы преодолеете его, удовольствие, вот удовольствие в ваших отношениях должно быть ключевое слово, не заморачивайтесь, во всяком случае, не показывайте этому человеку, что вы сильно заморачиваетесь по поводу какого-то будущего, серьезного, по поводу вашей пары и все такое, да, просто показывайте, что вы открыты для удовольствия, что этот человек прежде всего для удовольствия в вашей жизни, для разных удовольствий, для всяких, для любых удовольствий, вот, да, ну, естественно, какие вы можете себе позволить, пусть человек чувствует с вами такую вот свободу, да, свободу действий, свободу передвижений, свободу развития отношений с вами, пусть тоже не заморачивается, может быть, он где-то в глубине души боится серьезных отношений, боится, что его там окольцуют, что его попытаются сделать подкаблучником, посягнуть на его свободу, да, его свободу как-то ограничить, какими-то обязанностями, навесить на него что-то, навесить на него себя, да, вот, пожалуй, таких серьезных, да, серьезных таких намерений не надо ему показывать, покажите, что единственный вариант, как вы хотите на него повеситься, да, это вот только залезть на ручки, потискать его, как-то вот посмеяться вместе, легко, весело провести время, просто поиграться, может быть, да, получить с ним удовольствие, вот это то, что от него вы хотите, вот это, вот это здесь номер один нужно ему показать, да, а какие-то обязательства, это не для вас, это, ну, да, что-то такое, да, что-то такое как-нибудь, что потом, но не сейчас, а вы с ним готовы жить вот здесь и сейчас, сегодняшним моментом, сегодняшней радостью, блудница, здесь пятерка жезлов, пятерка жезлов обозначает блудницу, у каждой двери есть свой ключ, также у великой двери любви, тот, кто отыщет нужный ключ, сможет войти и завладеть всем, оценка, вот так вот, оценка, пусть оценивает свои силы, пусть оценивает ситуацию, да, покажите, что ваша дверь может быть и закрыта, но ключ в двери, ему стоит только повернуть этот ключик, и дверь откроется, да, вот возможности, что все легче, чем ему кажется с вами, вот это нужно здесь показать, восьмерка жезлов, да, тут извините, у них сначала флирт идет, да, интересные картинки легли, тут сначала у них флирт идет, тут она на него вешается, а тут уже завлекла она его к себе в салон, к себе в будуар, да, и тут они уже лежат, и она его так вот это окуривает, да, окуривает неким фимиамом своих чувств, да, и в чувственной неге этого человека, буквально, да, растворяет, кстати говоря, вот действительно, да, момент отдыха, пусть человек с вами отдыхает, покажите ему это, покажите, что вы готовы просто расслабиться с ним, да, не напрягаясь в этих отношениях, что это для вас главное, да, что он может с вами расслабиться, восьмерка, пробуждение любви, вы думали, любовь далеко, но теперь она рядом, в шаге от вас, теперь ничего не будет по-прежнему, динамизм, да, вот будьте для него женщиной с зажигалочкой, буквально, зажигайте его чувственность, да, можно здесь, кстати, да, всякие сенсорные воздействия на него производить, то есть чувствовать человека, тактильный контакт, тискать его как-то по-всякому, давать ему что-то понюхать, да, допустим, вы новые духи, новую туалетную воду купили, там вот как-то побрызгаться на себя, ну-ка понюхай, как тебе нравится этот запах, вот, то есть что-то такое здесь, начиная от всех вот этих органов чувств, здесь в человеке можно все возбуждать, да, там, осязание, обоняние, вкус, да, ну-ка лизни, насчет лизни, кстати, можно не так уж прям лизни, допустим, если вы какую-то еду вместе с ним едите, или там готовите какую-то еду, вот туда едой тоже его можно как-то попочивать, или если вы что-то кушаете, там пошли, или мороженое купили, вот насчет лизни, да, если вы купили себе мороженое, можете дать ему попробовать спокойно, сказать, ну вот лизни, да, попробуй мое мороженое, вот так вот, Или действительно его кормить, или ходить там вместе куда-то, кушать еду где-то. Когда вы закажете, когда вы что-то едите, тоже можно сказать, вот попробуй из моей тарелки, попробуй вот мое блюдо, которое я беру. Вот такой вот вариант. Ну, если, конечно, одно блюдо взяли, то это будет странно выглядеть, да. Но если взяли разные блюда, то давайте ему попробовать буквально из вашей тарелки, из вашего стакана попить. Такой контакт, да, вот такая вот открытость на уровне физики, да, на уровне телесного, здесь тоже, наверное, вам пойдет на пользу и, в общем-то, не помешает. Вот такое еще напутствие, да, такой еще момент. Можно человеку сказать, что вам хочется с ним просыпаться, вы готовы с ним просыпаться вместе, да. Вот это здесь, в принципе, тоже, наверное, тоже сойдет. Тоже сойдет для того, чтобы возбудить чувственность, да, и какие-то картины красивые, чтобы человек этот нарисовал в своем воображении. То есть легкость, максимальная открытость с этим человеком показаны для отношений, для того, чтобы его в вас заинтересовать. Готовность быть для него своим человеком, да, готовность приносить друг другу удовольствие с собой. Вот это здесь самое главное. И вот в этом все-таки должна быть стабильность, да, то есть стабильность ваших отношений именно в готовности разделять удовольствие с ним, да, дарить ему удовольствие и получать удовольствие вместе с ним, так или иначе, всеми доступными вам способами. И чтобы это было легко, вот действительно, как выпить стакан воды или покушать друг у друга из тарелки. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, открытости с этим загаданным человеком. Пусть у вас все будет хорошо, если вы того хотите, да, пусть у вас и близость будет, и все будет прекрасно. Спасибо вам за просмотр, спасибо картам, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.